Решил, значит я посмотреть на более нишевый рынок. Нет, от этого игры хуже не становятся. Просто не всем игрокам или зрителям исполнилось 18 плюс лет. Да и в стиме такие проектики не будут попадаться в рекомендации. А чтоб их найти, нужно перейти по вот этим вот вкладочкам. И это еще не все, потому что среди массы хентайного кала нужно найти ту единственную, которая будет интересна глазу. Ну или как минимум руке. Это как впервые влюбился, и после этого на других девушек смотришь чутка по-другому. В защиту разработчиков таких проектов, которые кстати создают обычно 1-2 человека, скажу, что есть действительно интересные геймплейные фишки. И кое-как пытается даже образовать сюжет вокруг всей этой движухи. Пока активисты борются за равные права, превознося феминизм или гейство, разработчики таких игр клали огромный болт на их лица. И это можно понять по нарастающей популярности таких проектов. И я в том числе. Просто надоело наблюдать за однополыми отношениями и всей этой повесточкой. Ты заходишь в игру и получаешь наслаждение минимум по 3 фазам. Первая. Это мозговая стимуляция, из-за которой выделяется гормон счастья или тот же дофамин. Вторая. Восстановление зрения или снятие бельма с глаз. И третья. Это конечно же ручная, в которой задействуются важные группы мышц. Как вы видите, от занятия в таких играх только положительные плюсы. Ну и как бонусом, познав полный дзен, когда на основе в стиме ты не выходишь из сети, а всем показываешь, во что ты играешь, при этом возвышаясь, ни в коем случае не стесняясь. Со временем свою нимфу ты сможешь впечатлить, а также удовлетворить, как подобает настоящему джентльмену. И одна из таких игр это... Коринка в тюрьме. Очень популярный проект среди познавших дзен. Нас ждет увлекательное длительное путешествие с комедийным сюжетом и менеджментом. Да-да, вам не послышалось. Коринс Прайсон или Керинс Прайсон, неважно. Это как первый шаг в бизнес-индустрию. И если не туда вложишь свои субсидии, а также не будешь брать взятку, к середине игры тебе будет тяжело. И скорее всего проиграешь. Я вообще считаю, что эту игру должны давать как домашнее задание в универах по экономике. Шаг в сторону, и тебя уже имеют во все щели. Девочкам на заметку. Наше путешествие начинается с выбора сложности. Всего доступно три режима. Режим секретарши самый простой. Повышенный опыт, много денег и очков указа. Можно буквально за часик всю игру пробежать и получить необходимые ачивки. Режим надзирательницы. В разы сложнее. Меньше получаем субсидий на постройки. Стандартный опыт. Заключенные устраивают бунт чаще. И работает только автосохранение. Ну и режим заключенный. Это уже для мазохистов. Кто захочет, опробует свои возможности. Я же для первого прохождения выбрал среднюю сложность. То есть надзирательницу. Далее нам предлагают выбрать титул. Где-то больше доход, но меньше контроль. Повышенный лимит субсидий. А также пониженные затраты на указы. Мне показалось это самым актуальным. В общем выбираем экономный руководитель. Выбираем эрогенную зону для Карин. Тут все просто. Если хочешь сохранить девственность для нашей малышки, то лучше выбрать какой-то один из параметров, который меньше всего подвержен тизингу. Но я не знаю почему, решил рискнуть, проверить свои возможности и выбрал все тело. Не рекомендую так делать. Наслаждение растет очень быстро. И сражаться становится крайне-крайне сложно. Ну и наконец, дремлющее желание Карин. Желает стать распутной шлюхой. Все пассивки, связанные с похотливой частью игры, открываются максимально быстро. Я же решил совместить это комбо и сохранить ей девственность. Но что-то пошло не по плану. К этому вернемся позже. Карин, в сопровождении с его императорским величеством, прибывает в тюрьму Форт Ганон. По слухам, это как пятизвездочный отель для всех заключенных. Кушают от пузо, пьют пиво и радуются жизни. Нашей героине это конечно же не нравится. И она хотела бы пресечь всю эту коррупцию. К нам выходит мужчина, который отвечает за эту тюрьму. Звать его Ясу. Ооо, вы же госпожа Карин, личная секретарша его императорского величества, совершившая множество подвигов. Я прочитал о вас все. Все ваши интервью и статьи о вас. Подумать только, вы еще так молоды, но уже вдохновляете всех нас. А еще, вау, вот такая. Фотографии в газетах не могут передать вашей красоты, а это грудь. Говорят, на фотографиях люди полнее. Но в данном случае явно наоборот. Ху-ху-ху-ху-ху. Должно быть это тяжкое бремя, носить весь этот вес на своем теле. С другой стороны, может быть, поэтому вы так быстро поднялись по карьерной лестнице. Мне начинает казаться, что вы использовали что-то еще помимо своего интеллекта и алебарды, когда работали с мужчинами. Че? Мы узнаем, что в форте Ганон планируется переворот. Якобы какой-то главарь банды с мозгами собирает вокруг себя людей. Но ни с того ни с сего переворот уже начался. Выбегает свин из главных ворот. И, как оказывается, он не сбегает. Сбег-гает? Не волнуйся, я не собираюсь страдать подобной херней. В этом нет необходимости. Все только начинается. Я снесу вон тому императору его гребаную башку. А потом, эта крепость станет нашим замком. Ясу отлетает в стену, а охранник убежал, что аж пятки сверкают. Ты следующий. Твое императорское, блять, величество. Выгрузи. Но на помощь приходит Карин со своей алебардой. И показывает, за что именно ее боятся и уважают во всей империи. Я... я вспомнил. Эти приемы алебарды и это горячее тело. Ты Карин, секретарша императора. Знаменитая баба, известная тем, что вцепилась в императора, словно шлюха. Поросенок убежал назад в тюрьму, даже не попытавшись из нее сбежать. Видимо и правда, форт Ганон это как курорт для заключенных. Собственно, с этим Карин и предстоит разобраться. Ясу снимают с должности начальника тюрьмы и присваивают Карин. Но наша героиня не очень радужна таким новостям. Она хочет быть рядом с его императорским величеством. И зная о том, что восстановить порядок в тюрьме дело небыстрое, она просто не может представить свою жизнь такими буднями, без его императорского величества. Хмм, хорошо. И если ты так говоришь, тогда я уступлю. Увы, похоже ты не способна выполнить эту работу. Давайте тогда обсудим возможные альтернативы. Не способна? Слово не способна нет в моем словарном запасе. Так как она не привыкла проигрывать и всегда добивается своего. И так начинается жизнь Карин, прославленной секретарши императора. В новой роли начальницы форта Ганон. Одежду, которую нам предоставили, ну, мягко сказано пошленькая. Тем не менее, это единственные шмотки, которые получилось найти для нашей Карин. Ясу просят, чтобы мы его оставили в роли помощника. Ну, почему бы и нет. И так будет легче войти в колею тюремной жизни. Но с Ясу что-то происходит странное. То ли от перевозбуждения, то ли еще что-то. Ясно одно, он на нас решил напасть. И тут начинается тренировочка. Теперь отвлечемся на нудную часть, связанную с основными механиками игры. Да, кому-то это покажется скучным. И возможно, многие пришли не за этим. Но я обязан об этом рассказать. Хотя бы частично. Для того, чтобы вы могли вкурить, что вообще в этой игре происходит. Если не интересно, скипайте на пару минут вперед. По мере продвижения буду рассказывать больше. Битва выглядит следующим образом. У нас есть выносливость. Самая важная часть. И если она закончится, тогда Карин проиграет. Но игра не будет закончена. Ее просто отведут в специальную комнату и там попытаются изнасиловать. Попытаются. Потому что в начале игры они будут просто рукоблудить и пачкать личико Карин. Ну типа разраб нам дает второй шанс. Потому что игрушка все-таки не простая. А в будущем уже может произойти все, что хочешь. Это тоже как часть механики. То есть нельзя с первого же дня стать распутной шлюхой. Все-таки у Карин свой железнобетонный характер. Интеллект на высоком уровне. А также она очень, очень, прям очень сильно влюблена в его императорское величество. Поэтому постепенно она может развращаться. Избежать этого можно. Но крайне сложно. Следующая у нас идет это энергия. С помощью ее мы можем выполнять различные действия. Во-первых, пополнить выносливость, если она вот-вот закончится. Поправить одежду. Да, во время битвы враги будут пытаться снять одежду с Карин. Тем самым им будет легче добраться до ее эрогенных зон. Выбрать различные стойки, на уклон, на защиту. А также спровоцировать врагов. Дает как хорошие бафы, так и наоборот дебафы в виде возбужденных врагов. Хотя это больше не дебаф. Так как есть способность, которая наносит просто колоссальный урон по таким вот возбужденным врагам. Но есть и минус. Если не успеть их уничтожить, то личка будет испачкана. С помощью силы воли сможем контролировать свое наслаждение и эрогенные зоны. А также контратаковать и повышать урон с атаки. Слева у нас находятся наслаждения и эрогенные зоны, которые будут стимулироваться во время битвы. В левом верхнем углу пишутся действия и разговор как Карин, так и врагов. Атаки существует трех основных видов. Удар, разрез и толчок. Не этот. Каждый вид атаки имеет преимущество перед другими. Допустим, враг, который себя позиционирует на ударе, против него отлично заходит разрез. А толчок уже против разреза и так далее. Но тут не все так просто. И разраб пытается нас вести в заблуждении. Не всегда стоит использовать контратакующие удары против врагов. К этому мы вернемся чуть позже. Виды атаки напрямую относятся к нашим атрибутам. Допустим, удар к силе, разрез к ловкости и толчок к проворности. Тем самым повысив ловкость, у нас будет повышенный урон с разреза. Но это еще не все. У нас есть также стойкость и разум. Разум отвечает за психологическую устойчивость. А стойкость снижает количество получаемого наслаждения. Мы их можем прокачивать. А также с помощью указов покупать новые виды ударов. Прокачка здесь огромная. И заодно прохождение прокачать хотя бы большую половину способностей не то что сложно. Но поверьте, вы найдете куда можно потратить лишние средства. Пассивки. Помимо того, что наши способности прокачиваются от частоты их пользования, так у нас еще и существуют эрогенные. Помните, мы в самом начале выбрали эрогенную зону «Все тело». Так вот. Благодаря этому эрогенные пассивки будут в разы быстрее прокачиваться. И это не есть хорошо, особенно для нашей цели. Сохранить целомудрие нашей девицы. Если Карин часто лапает враги за грудь, то все пассивки, связанные с грудью, будут прокачиваться. Их тут очень много. По-моему, больше сотки. И перечислять все нет смысла. Просто знайте, что каждая такая пассивка будет повышать наслаждение Карин. Во-первых, грудь при одном касании будет повышаться не на 5 единиц, а на 20. Это как пример. Цифры совсем другие. Когда грудь будет настимулирована на 50 и выше, будут происходить дебафы. Допустим, член понизит наносимый урон по врагам, и желание Карин будет расти все больше и быстрее. Плюс, если эрогенная зона рта достигнет 50, враги начнут совать пальцы ей в рот. Если 75, то в бой пойдет уже кое-что другое. Если сотка и больше, то я думаю, вы понимаете, что Каринку ожидает. Это же касается и других частей тела. С курсом надзирательницы Карин пока закончим. Я рассказал лишь каплю в море от всех механик игры. Окей, возвращаемся к битве с Ясу. Бьем его уже известными нам атаками. Упс, но тут происходит... Кхм... Цензура. Да, большую часть контента мне придется зацензурить, а другую и вовсе вырезать. Но ничего страшного. Вы можете сами приобрести игру и посмотреть на все эти сценки самостоятельно. Либо же, как альтернатива, если предки сидят у вас за спиной, подписаться на мой бустик, который я создал специально для такого рода контента. Ролики там будут выходить без цензуры. А также весь вырезанный материал. Да, пацаны и девочки, ради вас пришлось после прохождения игры, так сказать, замарать руки. Поработать официанткой, стриптизершей в Глори Холл, в приемной, кое-кого пригласить и после определенного указа кое-кому кое-что дозволить делать. Огромное количество проиграть в общем, чтобы получить максимально много контента такого рода. Моя девушка, конечно же, ревновала к этому. Ах, стой, погоди, у меня ее нет. Тогда все нормально, друзья. Подписывайтесь на бусте и погнали. Побеждаем Ясу. И, как оказывается, это была всего лишь проверка нашей Карин на прочность. Справится ли она с предстоящей задачей или нет? Да, по всем фронтам она подходит. Сила, ум, а также верность. Ясу нам рассказывают, что в форте Ганновере сидит главный бандос. Его все кличут капитан. Невероятно умный, сильный, всеми манипулирует. Чтобы до него добраться, нужно постепенно зачищать этажи. Всего 5 уровней. На каждом этаже сидят разные заключенные, со своими особенностями и так далее. У Карин есть основной офис. А также по мере зачистки этажей будут открываться новые комнаты, чтобы не бегать туда-сюда. Захват уровня происходит следующим образом. Можно драться с врагами и прокачивать Карин. Либо же сразу побежать к боссу уровня. Ну, как сразу. Перед каждым важным входом стоят заключенные. Если мы один раз их отлупасим, то в следующий раз они там уже стоять не будут. Правда, все равно придется маневрировать между врагами. Ломаем босса и уровень под нами. Снизу мы видим порядок, контроль, усталость и наслаждение. Усталость и наслаждение поднимаются с каждой битвой или дополнительным заработком. Чтобы сбросить до нуля, нужно, как это не странно звучит, просто поспать. Наслаждение в таком случае, конечно же, не сильно понизится. Для этого нам поможет простое инородное средство. Мастурбация. Но нужно быть крайне осторожным. Так как во время мастурбации, пока наша Карин занята важными делами, могут ворваться в офис заключенные или даже охранники. В зависимости, где именно вы отдыхаете. А вот порядок понижается с каждым днем. Чтоб его повысить, нужно просто драться с заключенными. Принудить можно как физически, так и сексуально. Контроль. Это то, что контролируют охранники. И не дают шанс сбунтоваться заключенным. Да, через какое-то время могут сбунтоваться заключенные на каком-то из уровней, которые Карин прежде подмяла под себя. И если мы будем это игнорировать, то порядок будет понижаться очень быстрыми темпами. Проиграть в Карин Прайсон можно лишь одним способом. По крайней мере, о котором я знаю. Просто опустить порядок в минус. Теперь по поводу указов. В день нам дается по 2 очка указа. Всё, конечно же, зависит от сложности. На лёгкой 3, на средней 2 и на высокой 1. Я бы сказал, что очки указа это и есть геймплей. Так как с помощью них мы не только прокачиваем способности, а также ремонтируем помещение, столовая, качалка, исследование, библиотека и так далее. Плюс открываем подработку. Официантка, стриптизёрша, Глори Холл и приёмная. При открытии исследований нам открывается ещё одна скрытая ветка для прокачки. Можем менять замки в комнате, ублажать гоблинов, качков. Короче, всё это не перечислить. Геймплея здесь и правда много. Наша подработка тоже прокачивается. Мы за неё получаем репутацию. С помощью неё у нас повышается количество и разнообразие гостей, а также ежедневный процент заработка. Окей, наша задача зачистить и контролировать первый уровень. Так как я играл на средней сложности, то решил не сразу бежать к боссу. А для начала денька 4 прокачаться. В будущем это может спасти задницу Карин. На данном этапе я не буду сильно вдаваться в подробности наших ежедневных похождений. Слегка пробежимся по сюжету до середины игры. И как только открою несколько подработок, так сразу и расскажу. После истребления гоблинов бежим к первому боссу. Боссом оказывается, это уже нам знакомый свин. Хрю? Ты-то самая жёсткая баба Карин. Что? Что это за одежда такая? Я заменяю Ясу. А теперь говори, что ты тут делаешь? Хе-хе. Да пошла ты. Думаешь, я так просто разболтаю тебе всё? Дура. Дурак здесь только ты. Говори. Какие у тебя цели? Ух, и с секретаршей стала надзирательницей. Понятно. Короче, план таков. Стой. Какого хера? Я же сказал, ничего, блять, я тебе не расскажу. Тупая пизда. В общем, мы узнаём, что все боссы слушаются какого-то капитана. И из-за него, собственно, начался весь этот бунт. А вот свину надоело всем подчиняться. И он решил создать совершенно новый мир. О боже, меня меньше всего заботит, за что тебя посадили. И ещё. Это твой новый мир. Этим, наверное, капитан, или как там его, промыл тебе мозги? Я права? Сомневаюсь, что ты бы сам до этого додумался. Хрю? Я заставлю визжать тебя, как свинью. Начинается первый бой с боссом. Естественно, в одиночку он с нами не может справиться. Поэтому позвал своих друзей. После нескольких отпиздюливаний врагов, решает вступить в схватку и сам Тонкин. Ну, с ним Гарин тоже справилась практически без особых проблем. Эй, погоди, у меня дела появились. Так что я отойду ненадолго? Практически, потому что выносливость у нас закончилась и повалилась на пол. Но ничего страшного. Оживление с помощью энергии нам в помощь. Ну и во второй раз, правда, полностью голые, но зато в руках Алибарда, а не что-то другое, мы победили Тонкина. Хрю, такая силища. Даже со столькими союзниками я не смог победить одну бабу. Я окончательно проиграл. Ты реально поразительная женщина. Я раньше не видел таких женщин, как ты. Я сдаюсь. Пожалуйста, пощуди. Я сожалею обо всей чепухе, что наговорил. Фух, ты наконец-то готов сотрудничать. Ты в одиночку одолела всех нас. Я по уши влюбился в тебя. А? Понятно. Мисс Карин, я не буду больше делать плохих вещей. Честное слово. Ты был всего лишь пешка. Так вы сказали. Я был в шоке. Вы попали прямо в яблочко. Не успел я оглянуться, как поверившие слова капитана заключённых подняли бунт повсюду. Безо всякой причины. Но признаюсь, у меня в мыслях было что-то вроде, а действительно ли это правильно? Ну, такого рода чувства, понимаешь? Так что благодаря вам, мисс Карин, я пришёл в чувства. И вы чертовски сильная. Я очень люблю сильных цыпочек. Немного беспокоит, как ты быстро переобуваешься. Ну что ж, слушай теперь мою команду. Расчисти здесь все пути. Когда закончишь, возвращайся в камеру. В тот момент, пока Карин вспоминает о своей любви к его императорскому величеству, её прерывает звонок. Ясу нас поздравляет и говорит, что мы оправдываем свою репутацию. Все заключённые, что бунтовали на первом уровне, вернулись по своим камерам. Но Ясу нас предупредил, что нужно быть осторожным. Так как неизвестно, когда заключённые первого уровня снова устроят бунт. То есть, мы можем принять указы, которые понизят шанс бунта. Либо же вложить очки в коррупцию. Тем самым больше прибыль, но и шанс на бунт повышается. Мы идём отдыхать в наш офис. А в главе Карин только одна мысль. Кто же такой этот жестокий и харизматичный капитан? По утру на шестой день к нам прибегает посланник из столицы и вручает один из пяти подарков на выбор от Его Императорского Величества. Первый и второй подарки доступны всем. А вот начиная с третьего, нужно чтобы уровень шлюховатости Карин был как можно ниже. Так как Каринка у нас молодец, ноги не раздвигает, а сама всех наказывает. То и подарок пятого уровня тоже можем залутать. Вместе с подарком мы получаем и письмо от Его Императорского Величества. Моей дорогой Карин. Прежде всего, поздравляю. Я получил доклад о том, как быстро ты умудрилась показать результаты. Ты продолжаешь превосходить мои ожидания. Со своей стороны я мало что смогу сделать, чтобы помочь тебе своим заданием. Поэтому прими этот небольшой подарок от меня, как знак моей веры в твои дальнейшие успехи. Будь осторожна и береги себя. Император Занадоса. Орибус Сайкс. Четвёртый. После такого подарка Карин решила издать парочку указов и пойти очищать второй уровень от заключённых. На втором этаже нас встречает Тонкин с затопленным коридором. И это не простая вода, а слизь. Свин застрял и не может пройти, так как ему противно. Поэтому просит Карин спасти его. Вы и брови не поведёте, если эта мерзость попадёт в вашу обувь. Когда вы будете идти? Да кого волнует какая-то слизь между пальцами ног? Вы настоящая героиня. И пока вы идёте сюда, чтобы спасти меня. Что? Хватит выводить меня из себя. Я ни за что не пойду через всё это. Не будьте так жестоки, мисс Карин. В общем, свинку спасём после. А пока развлечёмся с заключёнными. Пока Карин удачно всех кромсал до одного момента. Она не рассчитала выносливость. И Виктор с одного удара повалил Каринку на землю. Ничего не оставалось, как подавлять свои желания. И в надежде на лучший исход, ждать один ход для оживления. Двое из заключённых всё-таки успели обляпать Карин. И сразу, как трусы, свалили куда подальше от её ярости. Но последние тоже не промах. Знают слабое место Карин. Ничего не оставалось, как просто сбежать с поля боя. Не паникуем. Отверстия все целы. Да, слегка обляпаны. Но это Каринку только закалить для следующего боя. Но сначала душ. Чтобы проснуться с новыми силами, нужно сбросить напряжение в её интимных местах. Как это происходит, я думаю, для вас не секрет. На следующий день, перед битвой, Карин решила издать указ о восстановлении бара, чтобы получать дополнительную прибыль. Так как после тех событий она поняла, что без лишних золотых монеток далеко мы не уйдём. Поэтому решила поработать в местном баре официанткой для заключённых. Работа не пыльная. Правда, всё время пытается её нащупать. Но и важно держать баланс между предложениями выпить. Иначе после смены всё может закончиться не очень хорошо для нашей Карин. Последующие дни пролетели в пинании врагов. Для прокачки силы, ловкости и стойкости. А также подработкой в баре. Зачищать второй уровень стало чутка сложнее. Появились новые враги. Батаны. Они по силе духа слабые. Но зато знают все сокровенные тайны Карин. То есть, попадают очень метко по её интимным местам. К тому же, иногда могут носить с собой и игрушки. С чем ещё больше стимулируют её наслаждение. Воры. Тоже слабые. И чаще всего отлетают с одного удара. Но, если его проигнорировать. Или их будет двое. В таком случае, очень большой шанс. Что вор отправит Карин сразу же на задницу. Подняться-то вроде и легко. Но тут всё зависит от противников. Иногда можем оказаться уже голыми. И с минус 50% выносливостью. И третий вид врагов – это сами слизни. После каждого нанесённого удара, они имеют свойство регенерировать своё хп. Чтобы сбросить их баф, Карин нужно изучить новый приём. Либо же просто молотить их, пока не останется одна лужица под ногами. Откуда Карин всё это знает? А всё просто. После открытия новых заведений или захвата уровней, появляются заключённые, которые дают подсказку. Она всё-таки новичок в этой тюрьме. И знать всё, даже с её интеллектом, не всегда удаётся. Когда Карин поняла, что уже готова встретиться со вторым боссом и подмять под себя второй уровень, она отправилась прямиком в исследовательский кабинет. По прибытию на место, мы обнаруживаем пожилого мужчину, зажатого четврьмя слизнями. Ах, помогите, кто-нибудь спасите меня. Ох, если я правильно помню, вы-то самая... Поговорим позже. Вы действительно сильная, мисс... Кажется, я где-то уже видел ваше лицо. Я Карин, новая начальница тюрьмы. О-о-о-о, точно. Вы-то знаменитая бывшая секретарша императора, которая очень умело обращается с... Да, копьём. Как-никак задница у вас что надо. Что? Я только что спасла тебя, и ты вот так ко мне обращаешься? Да кто ты вообще такой, старик? Я единственный врач в этой тюрьме. Что важнее, мисс Карин, не могли бы вы взглянуть на это. Вот, что думаете насчёт этого? Что ещё? Только не пытайся. Ау. Ха-ха. Легко, слишком легко. Полагаю, ты обычно наивная девочка. Расповелась на что-то подобное. Тело Карин начинает гореть. Получать удовольствие. В этот момент узнаём, что этот старик – это доктор Каргилл. Он также работает с капитаном, но только ради собственной выгоды. И с Карин он хочет сделать подопытную. Свой образец, с которой он сможет играть. Так как она идеально подходит для него по всем фронтам. Тело, интеллект и так далее. Другими словами, именно доктор Каргилл ответственный за то, что Карин вызвали форт Ганон. Можем предположить, что план с бунтом был заранее спланирован, а Ясу просто плясал под его дудку. Слизни генно-модифицированы и слились в одну большую жижу. Цель доктора Каргилла – спаривать идеальную подопытную, то есть Карин, с различными генно-модифицированными существами. Больше нет никакого смысла разговаривать с ним. Значит, после тупой, большой свиньи, я получаю грязного старого извращенца. Если в этой тюрьме кто-то хоть немного нормальный. Итак, начнем наши эксперименты. Чтоб добраться до доктора, нужно сначала уничтожить огромную слизь. Базару Зеру. Враги оказались проще простого. Старый извращенец, конечно же, не стал с нами драться. По понятным причинам. После битвы старик где-то заныкался, но не стал там долго отсиживаться и так же быстренько переобулся. Якобы это был просто эксперимент. Да и вообще, благодаря Карин вся эта слизь пропала и все стало чисто. Но не все так просто. То, что доктор накануне вколол Карин, уже начало действовать. Ни с того ни с сего врывается Тонкин. Мисс Карин. Свинья. Схвати его немедленно. Этот старик – организатор бунта на этаже. Хрю. Я не уверен, что происходит, но положитесь на меня. Ты. Старый дурак. Ты слышал начальницу? Руки за спину, если не хочешь лишиться их. Эээ, Тонкин, да это я, доктор Каргил. Ух, это же док. Вы простудитесь, если будете спать на полу. Я не спал, я на полу из-за тебя. Я бы сбежал, если бы ты не вмешался в самый неподходящий момент. Ну, простите, док, но не могли бы вы дать связать себя ради меня. Вот. Хрю. Что ты? Прекрати, идиот. Ты уже забыл все, что я для тебя сделал. Отлично. Хорошая работа, Тонкин. Я даже удивлена. Не ожидала, что ты окажешься настолько полезным. Хрю. Серьезно, вы же не заберете свои слова обратно. Не волнуйся, не заберу. В таком случае, могу я получить какую-нибудь награду, чтобы я был более мотивирован помогать вам? Существуют ли вообще награды для свиней? Может наградить тебя как собачку? Стоп, звучит как-то неправильно. Хм. Тогда как насчет такого? Я сделаю для тебя небольшое исключение. И не буду обращать внимание на то, что ты все еще не за решеткой. Хм. Это значит, что мне больше не нужно сразу возвращаться в камеру. Вы позволите мне свободно гулять по тюрьме? В таком случае, мне очень нравится гулять на улице, во дворе. Мне будет позволено проводить там время? Верно? Хм. Да. Верно. Не вижу в этом никаких проблем. Уху. Вы лучшая, мисс Карин. Теперь я снова могу загорать. Я не знаю, что здесь произошло, но спасибо и вам, док. Это нелепо. Как ты мог променять своего благодателя на загар? Благодатель, ты точно, это оно. Эй, Тонкин, я помогал тебе много раз в прошлом, не так ли? Ради меня можешь убедить Карин не сажать меня в тюрьму. Мисс Карин, доктор Каргио может и чудак, но как доктору ему нет равных. Раньше он мне помогал много раз, когда мне было плохо. Отлично, отлично, продолжай хвалить меня. На самом деле, у меня слабый желудок. Если бы не док, наверное, на каждом туалете в форту Ганон висела бы табличка «Всегда оставлять свободную кабинку для Тонкина». Тонкин говорит правду. Пожалуйста, Карин, посмотри на меня. Посмотри, как я раскаиваюсь. Я усвоил урок. Карин до последнего гнет свою линию, но внезапный звонок на мобилу обрывает все ее планы. Ясу пытается уговорить Карин, чтобы доктора Каргио не закрывали в тюрьме, а оставили работать в медпункте. Так как хороших врачей в форте Ганон нет. А также Ясу пытается давить на жалость, что если бы Карин не пришла в тюрьму, то и не стала бы спасительницей. Также не забывайте, если вы посадите Дока, то из-за меня опять начнется восстание. Из-за моих ежедневных посиделок в туалете, которые не будут давать всем остальным дышать чистым воздухом. По итогу Карин все-таки соглашается, и доктор будет работать на благо человечества. На следующий день первый уровень бунтует уже как два дня. Нужно что-то с этим делать. И уже по обычаям к нам прибегает посланник из столицы. Во-первых, увеличили субсидии, что не может не радовать. Во-вторых, подарок с письмом. Как и в прошлый раз, третий, четвертый и пятый подарок можно выбрать только в том случае, если шлюховатость Карин низкая. Так оно и есть. Лутаем руководство героя. Том 2. Письмо. Моей дорогой Карин, все ли у тебя хорошо? Я с гордостью читаю поступающие мне отчеты об улучшении положения в форту Ганон. Шлю тебе еще один небольшой подарок. Надеюсь, он тебе понравится. Твое становление начальницей форта Ганон стало главной темой новостей по всему миру. Благодаря этому интерес людей к форту Ганон резко возрос. Возможно, это было неизбежно из-за твоей популярности во всем мире, но у меня болит сердце, когда слышу, что люди распространяют всякие слухи и статьи в газетах о тебе и форте Ганон. Но, к счастью, общественность не слышала и не распространяла никаких слухов о намерении форта Ганон восстать против империи. Я уже назначил исполняющего обязанности императорского секретаря. Но мне все еще трудно занижать ожидания этой должности после твоего ухода. Я еще раз осознал, насколько ты потрясающая. С мечтами одни, когда снова увижу твою улыбку. Император Занадоса Орибус Сайкс IV. Оооо, ваше императорское величество. Я извиняюсь за принесенную вам боль в сердце. Таааак, последнее предложение. С мечтами одни, когда снова увижу твою улыбку. Ого, его императорское величество использует такие лестные слова? Тогда мои чувства к его императорскому величеству должны быть взаимны. Я обязательно вернусь к вам. Обещаю. Карин решила слегка подзаработать и сразу же отправилась на третий уровень для его изучения. Нас останавливает Тонкин. Опять ты, Тонкин. Что такое? Решил вернуться в свою камеру? Не, не в этом дело. Мисс Карин, вы ведь впервые на уровне третьем. Я пришел сказать вам кое-что важное. Уровень третий – это территория людоящеров. А людоящеры не такие, как остальные заключенные. Так что не теряйте бдительности с ними, слышите? Что у них такого особенного? Людоящеры становятся сильнее, когда они вместе. Один людоящер ничего не стоит. Но объединяясь в группу, каждый из них становится сильнее. Но самое страшное – это здешний босс. Он лидер всех людоящеров. И живет он на пятом уровне. Так что он должен быть очень сильным. Лидер всех людоящеров. Хм, значит он альфа-людоящер. В общем, Свин побаивается босса-людоящера. А также слышал, что они пробивают стены. Для чего? Пока неизвестно. Но скорее всего пытается переделать комнату. Спустя какое-то количество гринда, Карин попала в первую неприятную ситуацию с заключенными. То ли не рассчитал свои силы, то ли Павел умело обращается со своим оружием. Каринка получила урона на полторы тысячи. Сразу же упала на задницу. Недолго думая, заключенные приступили к своим развратным действиям. Но даже в такой невыгодной позиции Карин не сдавалась. Боролась до конца со своим искушением. Некоторые заключенные после опустошения начали сами уходить. А другим было все мало. В итоге Каринке удалось встать на ноги и убежать с поля боя. Но этого оказалось мало. Наслаждение уже было на пределе. А выход из локации перегородила... Но наша барышня тоже не пальцем деланная. Помансив вокруг спортзала, удалось сбежать. Недолго песенка играла. Решив отвлечься от всех этих извращенцев за разносом алкоголя, Карин и вовсе позабыла о том, что ее наслаждение практически на пределе. Держать себя в руках уже тяжело. Ведь ей тоже хочется окунуться в этот порочный мир. К тому же, отказываться от выпивки Карин тоже не хотела. Ведь это дополнительные деньги, которые помогут как можно скорее снарядить охрану при возможном бунте заключенных. Но у судьбы на Карин были совсем другие планы. При подаче светлого Эля одному из посетителей, она небрежно споткнулась об чью-то ногу. Тем самым вывалив свои огромные дойки всему бару на показ. Заключенные тут же рынулись воспользоваться ситуацией. От выпивки у Карин голова идет кругом. Да и наслаждение дает о себе знать. Поэтому ей ничего не оставалось, как поддаться искушению и наградить заключенных своими нежными ручками. Итак, последующие будни Карин начали проходить в совсем другом ключе. Уже не с теми мыслями, с которыми она приехала в первый день. Ее разум был отуманен, каждый день думав лишь об одном. При очередной драке Карин уже не смогла встать из-за постоянного разврата. Заключенные решили помочь Карин, к тому же использовав ее в своих целях. Итак, легендарная Карин с высоким интеллектом, огромной силой, была повержена своей скрытой чертой, которая все это время дремлила. И как только Карин слегка дала слабину своей воле, эта черта пробудилась. Так и закончилась история Карин. После лишения своего цветочка, она не смогла прямо смотреть в глаза его императорскому величеству. Хе-хе-хе, ладно, в общем, вы уже поняли, что Каринку нашу трахнули во все щели. Можно было бы продолжить и дальше, но это будет уже совсем другая история. Наша же цель – довести Карин до счастливого финала, с гордостью и любовью, поэтому пришлось начать заново, выбрать изи-сложность и быстренько прибежаться по сюжету. К тому же, открою еще две новых работенки. После первого поражения, разработчик кинет нам по сказку, не одну, а сразу две. Во-первых, бить контратакующими способностями по врагам далеко не обязательно, он же рекомендует наоборот, сконцентрировать свое внимание на одном-двум видам удара, так как чем чаще мы используем определенный удар, тем быстрее мы прокачиваем свои атрибуты. Во-вторых, чем выше порядок, тем меньше субсидий мы получаем. Из этого можно сделать вывод, что порядок лучше всего держать в районе 50, а лучше всего 30. Вот такие вот мелкие механики. На первый взгляд простые, но не всегда ты на них обращаешь внимание. В этот раз я выбрал консультант по вопросам управления, а эрогенная зона – пятая точка. Добраться до нее сложнее, чаще всего в зад лезут именно гоблины – больные маленькие ублюдки. А дремлющее желание Карин желает причинять боль сильным мужчинам. Благодаря победам подряд, там будут некоторые интересные бонусы. Первый день. Наученная на прошлых ошибках, Каринка в указах решила приобрести себе сразу же браслет, который дает плюс 30% к выносливости и 2% к ее регенерации. А остальные два очка указов она потратила на небольшой дополнительный заработок с помощью опубликованных статей о себе и своей девственности. Да, теперь вся тюрьма будет об этом знать, но Каринке плевать. Она решила все рвать и метать на своем пути. Повторяться не буду, на третий день подчинили первый этаж. Можно и в первый, но не стал особо рисковать, а набраться чутка опыта и сразу как снежный ком пройтись по уровням. С подчинением второго и третьего уровня никаких проблем не было, разве что на третьем, пришлось снова чутка помансить. И вот он, босс третьего уровня в чистом виде. Со своими друзьями ящерами они копали, но не туннель, как могло показаться, а кое-что необыкновенное для местных обитателей. Че, ты уже на собеседовании? Оу, я не знаю кто ты, но ты определенно 10 из 10. К черту интервью, ты прошла, устроим приветственную вечеринку. Интервью? Прошла? Что же ты здесь замышляешь? В любом случае, вы получите свое наказание. Оу, сильно, мне нравится, жесткая и строгая тюремная надзирательница, совсем неплохо, хороший отыгрыш роли. Отыгрыш роли? Ты о чем? Не говори мне что, ты не знаешь кто я? Схера ли мне тебя знать, если тебя раньше не видел? Секундочку, что-то не так. Мы, наверное, не поняли друг друга. Ты мошенница, ты здесь не для интервью, не так ли? Похоже, что я повидал еще не всех идиотов здесь, фартуганон. Хотя, ничего удивительного. Босс, я знаю эту чику. Эй, ящерица переросток, во что ты здесь играешь? Говоришь про интервью и реконструкцию. Ты что, пытаешься открыть здесь свой бизнес? Че ты сказала? А так не видно? Я собираюсь построить здесь мечту всей своей жизни. Стриптиз-клуб. Ух, и как я должна была понять это? К тому же, кто дал тебе разрешение строить это в нашей тюрьме? Секундочку, если вспомнить, что ты говорил ранее, ты пытался заставить меня работать стриптизершей? Ну, естественно. Кроме тебя здесь больше нет девочек. Никто ведь не захочет видеть, как я трясу своей красной задницей. Решено. Я Аарон, босс Люда Ящеров. Как только реконструкция завершится, ты будешь работать здесь, новенькая. Ага, в твоих мечтах. Хе-хе-хе. Я знал, что это не будет так легко. Так вот, какая личная тара для спермы у Императора. Ты мне нравишься. Спермы? Его Императорское Величество не смотрит на меня в таком свете. Не приравнивай свой низкий IQ к его Императорскому Величеству. Время танцевать. Надираем легко и быстро красную задницу Люда Ящером. Чёрт! Интервью окончено. Эй, дурачё. Она не из тех, с кем мы можем справиться сами. Все назад! Э-это не может быть. Я элита. Альфа Люда Ящер. Я не могу проиграть одной человеческой девке. Сочувствую тебе, Аарон. С самого рождения ты был выше всех остальных. Не было никого равного тебе. Не с кем было поделиться своими мыслями, чувствами, переживаниями. Ты был рождён жить сам по себе. Довольно жестокая судьба, если смотреть с такой точки зрения. О-о-о-ох. Я знал, что ты поймёшь, Карин. Этот мир, который могут понять только такие элиты, как мы. Захлопни варежку, ящерица. Как ты смеешь себя считать элитой, когда ты самый обычный преступник? Мусор вроде тебя не имеет права называться Альфой. Чё, чё, чё ты сейчас сказала? Эй, Карин, что ты там говорила про меня? Повтори ещё раз. Не услышал с первого раза? Я сказала, мусор вроде тебя не имеет права называться Альфой. Ах, это, это, мой первый раз. Чё? Это первый раз в моей жизни, когда кто-то сказал, что я не Альфа. Ты первая, кто обращается со мной так, как с обычным людоящером. Карин, ты моя первая. Ящер жалуется на свою несправедливую жизнь и пытается уговорить Карин построить стриптиз-клуб. Карин это конечно же не нравится, и она звонит Ясу для ареста Аарона. Но, на удивление, Ясу тоже пытается уговорить Карин на строительство стриптиз-клуба. Якобы стриптиз-клуб это вся жизнь и главная мечта Аарона. А с помощью клуба сможем контролировать и использовать Аарона для своих целей. Карин нерешительно соглашается и спрашивает Ясу, кто же будет тогда танцевать на сцене. Ясу говорит, что как вариант, орки или гоблины. Карин поняла, что такими темпами всё будет ещё хуже, и получится какое-то шоу страшилок. Поэтому предлагает себя в роли стриптизёрши. Аарон и вся его братва счастливы услышать такую новость. На следующий день получаем подарок и письмо от его императорского величества. Моей дорогой Карин, когда ты будешь читать это письмо, пройдёт уже 9 дней с твоего прибытия в Форт Ганон. Никогда не думал, что не увижу тебя так долго. И это должно быть тяжело для тебя. Так долго жить в тюрьме. Ты умная, сильная женщина. Поэтому я верю, ты справишься с задачей. И всё же, я не могу не беспокоиться о тебе. Буду честен. На самом деле, я хотел помочь тебе научиться кое-чему. Среди всех встреченных мною женщин, ты определённо самая талантливая. Однако, у тебя есть один недостаток. Это твоя безграничная гордость за то, что ты превосходна во всём. Я думал о том, чтобы сделать тебя своей императрицей. Но также у меня были и такие мысли. Если я действительно сделаю из тебя императрицу, то в будущем твоя гордость приведёт тебя к краху. Поэтому, чтобы ты стала достойной императрицей, я хотел, чтобы ты научилась обращаться с обычными людьми, вне зависимости от их положения. Я хотел, чтобы ты научилась понимать, где и когда следует использовать оружие, а где не стоит. И место, которое я выбрал для твоего обучения – форт Ганон. Когда Ясу со мной связался, я подумал – вот оно. Место, куда я отправлю её учиться и расти над собой. Однако, сейчас я сильно сожалею об этом идиотском решении. Когда я вспоминаю прошлое, когда мы каждый день были вместе, я чувствую себя дураком. Посмейся над этим глупым императором. Благодаря тебе я понял, что неполноценен и неопытен как правитель. Никогда, даже в самых смелых мечтах, я не думал, что это будет так невыносимо – не быть рядом с тобой. Слушать отчёты о твоих успехах – единственная радость для меня в последнее время. «Чтобы починить форт Ганон и чтобы помочь тебе, я обещаю поддерживать тебя и дальше. С мольбами о том, чтобы увидеть тебя хоть на секунду раньше». Император Занодоса Орибус Сайкс 4. Каринка очень близко приняла любовное письмо от его императорского величества и решила и дальше сохранять свою чистоту для него. Четвёртый уровень встречает нас под земельем. Куда идти – неясно, так как путей очень много. Хе-хе-хе-хе-хе-хе, не в беде ли наша девица? Ааа, этот противный, раздражающий смех. Это я, доктор Каргилл. Я скучал по тебе, Карин. Хрю, я тоже здесь. Мы проделали весь этот путь, чтобы передать вам это. Хмм, и что означают эти каракули? Это карта, над которой мы очень и очень усердно работали. Вы можете пройти самым быстрым путём к уровню пятому, следуя подсказкам, написанным здесь. Ясно. Однако, я вижу здесь какие-то детские каракули. Но, думаю, это лучше, чем ничего. Доктор Каргилл сообщает нам, что это место переполнено опасными заключёнными. Кто здесь босс, никто не знает. Обычно, Тонкин тут просто тусовался и веселился. Однако, все местные – это подчинённые капитана. Можно предположить, что босс уровня четвёртого – самый приближённый к капитану, его правая рука. Этот капитан – причина того, что большинство заключённых начали бунтовать, включая меня и Тонкина. И всё же, никто не знает, кто этот человек. Другими словами, таинственная фигура влияет на весь форт Ганон и не раскрывает никакой информации о себе. Это странно. Стоп. Может ли… Я не силён в работе головой и всё в таком духе, но думаю, сначала нужно отдалить босса уровня четвёртого. До тех пор вы ничего не сможете узнать о капитане. В этом подземелье есть много мест более уютных, чем любое другое во внешнем мире. Так что, пожалуйста, мисс Карин, я очень хочу, чтобы вы починили уровень четвёртый и уничтожили капитана. Как, чёрт возьми, это сырое душное место может быть уютным? Я просто не понимаю. И что более важно, почему ты думаешь, что выполнять ваши просьбы входит в мои обязанности? С учётом сказанного, после всего, что я здесь пережила, не то чтобы я соглашаюсь с вами, заключёнными, что вы зовёте Форт Ганон своим раем, но вы же и пытались разрушить свой рай и устроить заговор против Империи. Мне всё больше и больше интересно, кто же такой капитан. Хорошо. В благодарность за эти заметки я приложу немного усилий, чтобы починить уровень четвёртый ради вас. Так что, Тонкин, Каргел, тащите свои задницы обратно наверх. Сидите тихо и ждите от меня хороших новостей. Каринка, благодаря заметкам своих приближённых заключённых, отправилась покорять уровень 4. Но она понимала, что влетать с пол ноги на абсолютно чужую территорию и качать права не получится. Для начала нужно подготовиться. Поэтому, оценив с кем придётся сражаться в ближайшее время, она отправилась подзаработать немножко баблинских в новом, только что открывшемся стриптиз-клубе. Карин переоделась в подсобки и вышла на сцену. Конечно же, в таком виде она чувствовала себя как не в своей тарелке. Но что поделать? Тех субсидий, которые выделяет его императорское величество, не хватает. Приходится искать дополнительный заработок. Благо, что с телом у Каринсио в порядке, поэтому она без проблем может подрабатывать в таких вот заведениях. Ничего сложного, нужно крутиться у шеста и подставлять на обозрение те части тела, которые просят зрители. При этом можно танцевать совершенно одетой. Но займет это гораздо больше времени, прежде чем наши друзья опустошатся. Чуть позже сможем дать указ, чтобы презервативы продавались с большей стоимостью. И тут Карин уже сможет прилично подзаработать. После танцев на шесте, Карин отправляется на вторую свою подработку в приемной. Принимаем посетителей, даем им банки для заполнения и отправляем в свободную комнату для свиданий. Эта работа уже поспокойней. Могло бы показаться на первый взгляд. Но Каринке прибегает вечно на зойливые гоблины, которые так и пытаются трахнуть прям на столе. Публично. И третья подработка, которую я открыл в этом прохождении, это бар. Я уже рассказывал, что Карин просто разносит выпивку. Посетители часто пытаются залезть в трусики Карин. И тут нужно держать баланс между принимать приглашение выпить и нет. Так как перепив, ну вы помните, что с ней случится. Если же пить не будем, то меньше будем получать денег. И по моему сила воли не регенится, либо регенится но не так быстро. Есть еще подработки. Глори Холл. Правда я не знаю, получает ли она за это деньги или нет. Так как я пишу текст и параллельно открываю для вас эти сценки, которые не войдут на ютуб. Еще есть спортзал. И вроде как класс с обучением. По поводу спортзала. Он только вот недавно вышел в виде DLC. К тому же, теперь можем менять цвет волос Карин на голове и в интимном месте. Вид причесок и так далее. Ну и для того, чтобы вы поняли, насколько игра преисполнилась, в последнем патче добавили поддержку Лоуэнса. Кто не в курсе, их обычно используют в вебками для получения удовольствия. Вот вам и прогресс. Теперь ждем чего-то для парней. Многие из этих сценок как бонусом я отправлю на бусте. После нескольких дней перемалывания костей и подработок встречаемся с боссом четвертого уровня. Грандиозный Йети. Итак, ты наконец-то предстала передо мной? Женщина-слуга темной империи, что направила свои клыки против нас. Этот тип, у него совершенно другая энергия, чем у всех предыдущих. Как и противостоять времени, бессмысленно противостоять неизбежно. Все будет покорено нашей мощи. И ты не исключение. Я? Буду покорена тобой? Довольно самоуверенно для обычного зэка-переростка. Лучше бы тебе заползти обратно в свою камеру и вспомнить, где ты находишься. Бессмысленно. Что? Ты остановил мою алебарду одной рукой? Неизбежно. Не изменить. Как кто-то может иметь такую мощную ауру? Да, кто он вообще? Мое имя Нойним. Ты покорный слуга моего мастера. Капитан. Кто-то настолько сильно называет себя слугой? Нельзя недооценивать этого капитана. И вот. Карин и грандиозные Йети вступили в схватку. На легкой сложности, но и Ним никак не ощущается. Ну, начиная хотя бы со средней сложности, я думаю, он доставит немало проблем. Особенно его постоянным призывам миньонов. Хмм. Подумай только. Есть человек, помешанный на битвах и способный сдержать мою силу. Этот человек, женщина? Интересно. Итак, теперь ты понял, чья мощь более великая? Это приказ начальницы тюрьмы. Рассказывай все, что знаешь о капитане. Почему? Если ты обладаешь таким талантом, почему ты подчиняешься темной империи? Я... Я не понимаю. Все, кто подчиняется темной империи, должны быть безмозглыми, безнадежными слабаками. Но это сила. Этот талант. Что за горело переросток с мышцами вместо мозгов? Ты не понял приказа начальницы тюрьмы? Хватит кряхтить и отвечай мне. Моя вера не должна дрогнуть. Этот исход нереальный. Мой мастер. Мой мастер совершенен. Правитель нового мира. Ах, и все же, я был побежден. Карин обратила внимание, что Йети мучается от своих внутренних конфликтов, поэтому он был просто обманут и использован капитаном. Йети же в свою очередь сказал Карин подождать и просто взял и ушел. Но навряд ли, чтобы предать. Эээ, да. После такой тяжелой битвы, Карин изрядно устала. И решила пойти прилечь отдохнуть. Как правило, после подчинения уровня, Карин получает подарок от Его Императорского Величества и письмо. И этот день не был исключением. Моей дорогой Карин. Прошло уже 13 дней с тех пор, как ты покинула меня. Внутри Империи интерес к форту Ганун постепенно ослабевает. Это еще одно доказательство твоей успешной работы. И что никакое криминальное влияние не покинуло форт Ганон и не достигло внешнего мира. Карин. Твои таланты превзошли мои самые смелые ожидания. Чем дольше мы разлучены, тем больнее мне принимать реальность. Это было глупо и эгоистично. Отправлять тебя в форт Ганон. Все потому, что я сильно хотел сделать тебя идеальной. Однако, я пришел в себя. Понял, что никто из людей, даже Император не идеальный. И ты в том числе. И потому, что ты не идеальна, ты сияешь так ярко в моих глазах. Моя идеальная Императрица уже была передо мной. Но я не замечал этого. Я должен был принять тебя такой, какая ты есть. Я понял, что и сам был чрезмерно горд. В основном из-за чувства Императорского величия. Я знаю, что уже поздно, но надеюсь, ты простишь такого идиота. И если позволишь, у меня есть одно желание. Когда закончишь свою работу и с триумфом вернешься ко мне, Карин, пожалуйста, прими мои чувства и выходи за меня. Клянусь, я всегда буду с тобой. Целую вечность. Император Занодоса Орибус Сайкс 4. Это... Это ведь не поделка, верно? Нет, настоящая. Я много раз видела этот почерк и узнаю его. Ух, как такое возможно. Чтобы Его Императорское Величество одарил меня такими словами. Хорошо, что я постаралась и сохранила свою девственность. Ух, время закончить работу здесь и стать Императрицей. Карин не решила протирать штанишки. В ее случае короткая платьица. А закончить с капитаном. И вернуться к Его Императорскому Величеству как можно скорее. Перед входом на пятый уровень нас предупреждают, что это последняя битва. Поэтому, если хотим поиграть дальше, то лучше капитана отложить на потом. Из глубины тьмы доносились мужские голоса. Почувствовав присутствие Карин, один мужчина остановился. Ну и Ним. Закончим разговор здесь. Но... Но сила этой женщины реальна. Если так продолжится и дальше, наш план по оскоренению несправедливости Темной Империи пойдет прахом. Ты еще не понял? У нас гостья. Встретим же ее как подобает. Аааа... Бесстрашная защитница Темной Империи. Довольно смело прийти одной на нашу территорию. Так это и есть самый нижний этаж. Уровень пятый. Мало того, что тут тускло, так еще и довольно уныло. Отойди с дороги на Ним. Я поприветствую нашу гостью. Рад встрече. Мое имя Гобриэль. Заключенные часто зовут меня Капитан. Ты? Гоблин? Ты удивлена тому, что Гоблин может быть на вершине иерархии? Или тому, что Гоблин может так хорошо говорить? Ну, на самом деле тому и другому. После знакомства друг с другом, Габриэль говорит Карен, что она недостающий механизм ко всей цепочке форта Ганон. Йети все так же верен своему капитану. Видимо, придется во второй раз преподать ему урок. Но Габриэль тоже не дурак. Он заманил Карен прямо в ловушку. Добро пожаловать, Карен. Добро пожаловать в свою тюрьму. Для того, чтобы добраться до капитана, пришлось перевалить добротную кучу заключенных всех мастей. В том числе и самого сильного Йети по имени Нойним. Драка продлилась добротных 7 минут реального времени. Были и падения, но собрав всю волю в кулак, Карен все таки удалось одолеть самого главного Гоблина, потеряв при этом всю выносливость и полностью порвав свою одежду. Нойним. Что ты делаешь? Поторопись и помоги мне. Слишком медленно. Сожми зубы, капитан. Нет. Габриэль. Твоим амбициям конец. Ты не знаешь, правда? И пока ты остаешься в неведении, ничего не изменится, даже если ты меня подчинишь. Товарищи, моя стратегия была успешной. Благодаря стараниям всех вас, величайшее дарование империи Карен заперто здесь. В империи больше нет ничего, чего можно бояться. Сегодня стану королем нового мира. Команда всем. Марш из форта. Товарищи, мы выйдем на новый этап. Новая тюрьма, которую нужно свергнуть. Тюрьма, известная как Империя. Почему ваши ноги не двигаются? Это приказ капитана. Вы все... Т... товарищи, вы должны идти. Эй, ё, я думаю этого достаточно. О, все собрались здесь. Вы здесь, чтобы встать у меня на пути? Не будь так холодна, Карен. Мы пришли поддержать тебя. Хрю, какой шок. Так капитан был таким крошечным гоблином. До сих пор в этом месте было слишком темно, чтобы разглядеть это. Нойним. Прикончи тут всех. Хозяин. Нет. Гоблиэль. Я отказываюсь. И ты, Нойним. Почему? После драки я наконец осознал правду о том, кто тут настоящий злодей. Эй, мистер капитан. Вам лучше просто сдаться. Нехорошо быть в разногласиях с мисс Карен. И это говорю не только я. Все парни в этой тюрьме. Все влюблены в мисс Карен. На самом деле все, наверное, думают, что она настоящий капитан. Тонкин. Да, извини малыш, но это правда. Мои мечты не сбылись бы, если бы не Карен. Нет, и дело это достаточно глупого, чтобы воткнуть нож в спину Карен. Это так. В конце концов, все заключенные бесполезный мусор. Доктор Каргил, введите в меня свой препарат. Я хочу узнать будущее. Ух, конечно. Доктор Каргил, змей, ты что сделал? Ха-ха-ха-ха-ха. Я ценю это, Каргил. Я вижу, я вижу себя. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Чё? Что? Нет. Почему? Это нелепо. После всего, что я сделал, после такой тяжелой работы. Хм, что с ним? Это трип из опаленных веществ Каргила? Нет, я отказываюсь принять это будущее. Я снова становлюсь обычным гоблином. Этого... Этого не может быть. О чём он говорит? Может ли он? Хм... Изначально он был заключенным гоблином, который участвовал в одном моём эксперименте. Однако через день после эксперимента у него внезапно начался интенсивный рост интеллекта. И вырос не только его IQ, он начал говорить, как будто мог заглянуть в прошлое людей, а иногда даже и в их будущее. В итоге, так родился лидер тюремных беспорядков. Капитан, я полагаю, это дело в этом. Употреблять наркотики, чтобы стать умнее, это просто обман. Ооо, Тонкин, тогда как насчёт того, чтобы поучаствовать в этом эксперименте с обманом? Хрю? Не, не, спасибо, док. Будь проклято всё. Я не приму этого. Я не приму эту судьбу. Я особенный. Я был благословлён. Я должен был стать новым королём. Я. 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 К. Король. Си-си. Гоблин. Любить. Любит. Си-си. Лис-лиз. Толстый. Си-си. Сейчас. Чу? Да не. Карин. Попа. Толстый поп покруглый. Гоблин. Писька. 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 Попа. Киска. Капитан стал простой безмозглой куклой в обличии гоблина. Ну или просто вернул мозги назад. В любом случае, Карин после стольких сражений всё-таки не выдержала и свалилась на пол. Полностью опустошённая. Таким образом, завеса восстания в форту Ганон опустилась. Карин погрузилась в глубокий сон после окончания её длительного пребывания в тюрьме. И когда она снова проснулась, в тюрьме стояла нехарактерная тишина. Что? Эй, Аарон. Что здесь случилось? Ответь мне. Доктор Каргелл, очнись. Но они им тоже. Кто вообще способен на такое? Хрю! Тонкин, ты в порядке? Ответь мне. Какого хера здесь происходит? Т-та комната. Комната? Я точно помню. Раньше это место было закрыто. Эй, Тонкин. Открой глаза. Посмотри на меня. Ответь мне. Тонкин. Это приказ надзирательница. Пожалуйста. Поговори со мной. Это неправда. Этого не может быть. Он был идиотом, но хорошим идиотом. Я отомщу за тебя. Ясен. Начальница Карин. Вижу, вы уже в порядке. Я ни разу не видела тебя в тюрьме. А оказывается, всё это время ты сидел здесь? И это из-за тебя заключённые снаружи такие? Ну, технически, да. П… Почему? Зачем тебе всё это? Почему? Спрашиваете? Так, так, так. Как странно это слышать от той, кто ненавидит всё в этой тюрьме. Разве для таких людей, как мы, заключённые не подобны мусору, разбросанному в переулках. Решать, что с ними делать – это привилегия, дарованная нам – надзирателем. В общем и целом, порядок в форте Ганон был нарушен из-за приезда Карин. Якобы приедет секретарша императора в тюрьму и будет наводить порядки. Вот по этой причине заключённые и разбушевались. А информацию уже слил сам Ясу. Сделал это он из-за мести империи. Когда-то давно отца Ясу посадили в форт Ганон по ложным обвинениям. В то время форт Ганон не был ещё таким вот райским местечком. Везде царило беззаконие. А доброе имя отца Ясу так и не было очищено. В тюрьме с ним обращались хуже, чем с рабом. Он так тут и скончался, не дожив до своего освобождения. В тот самый момент, после смерти отца, Ясу состоял в императорской гвардии. Усердно трудился и делал всё, что в его силах, чтобы не повторилась судьба его отца. Но его навыки не оценили. И по итогу перевели форт Ганон. И поэтому Ясу составил план. Для начала подняться по служебной лестнице. И стать во главе тюрьмы. Позже работал над превращением форта Ганон из ада в рай. Коим он сейчас и является. Но в очередной раз, к сожалению, все его старания никто не оценил. Только парочку десятков обычных граждан. А цель Ясу была достучаться до императора. Вот так и стала Карин его новой целью. Он позаботился, чтобы Карин назначили новой начальницей тюрьмы. У Ясу ещё кое-что припрятано в рукаве. Скрытые камеры разброшены по всему форту Ганон. А теперь подожди. Скорее всего, при более распутной жизни Карин, мне кажется, на экране были бы совсем другие кадры. К тому же, Ясу говорит что-то насчёт указов. А во многих указах, которые приносят прибыль, присутствует коррупция. Может быть и это тоже с чем-то связано. Кто в курсе, напишите. А в нашем случае концовка добрая. Так как наша девочка держалась молодцом на протяжении всего этого ада в форте Ганон. Поэтому и кадры на экране не такие уж и страшные. Записанные кадры Ясу планировала разослать по всей империи. Тем самым разрушив репутацию Карин и отомстив императору. После нескольких нанесённых ударов, которыми Карин промазала, она поняла, что Ясу развить не только интеллектом, но и физически. Ясу всё это время притворялся беззащитной овечкой. А теперь время пришлось снять этот облик овечки. И начинается последний бой надзирательницы Карин с Ясу. На самом деле этот бой был не самым сложным. В основном он просто регенил своё хп. Была бы сложность не изи, пришлось бы прилично так прокачаться перед встречей с ним. Но. Благо сработала контратака. И Карин одержала победу. Ясу, скажи. Скажи мне, зачем ты убил Тонкина и всех остальных? Стоп, что? Если бы ты этого не сделал, возможно у тебя был бы шанс избежать смертного приговора. Но ты уже не сможешь избежать своего наказания. П… Подождите, пожалуйста. О чём вы говорите? Собираешься притворяться, что ничего не знаешь? Ты без разбора убил не только заключённых, но и охранников. Как ты смеешь притворяться невиновным? М… Может быть вы говорите, что все в отключке? Я думал, что оставил порции только для заключённых. Всё-таки охранники тоже присоединились. Другими словами, ты отравил еду и подал её, чтобы убить всех? Не-не-не, я бы не зашёл так далеко ради этого. Что? Ну, все снаружи. Позвольте мне взглянуть. Стоять, Ясу. Ясу. Это же… Что ты собираешься сделать? Х… Хрю… Хи… Хрю… Я… Ты… Ты… Оживил его? Это обычное пищевое отравление. Что? Но ты говорил. Мы получили большое количество пирогов от поставщика. Вот я и решил скормить их всем. Кхм… Вознаградить всех за усилия и раздал их всем. Однако… Оказалось, они все уже были просрочены. Оу… Это старик Ясу? Я думал, что капитан, даже будучи гоблином, был неплохо сложен. Но когда ты успел так накачаться? Стоп. Похер. Ты реально решил накормить нас этим дерьмом, а? Хорошо, что я принял лекарства для желудка доктора Каргела перед тем, как съесть это дерьмо. Иначе я бы откинул копыта с обосранными трусами. Эй, старик. Почему ты голый? Оу… Я знаю. Ты трахал мисс Карин, пока мы были без сознания, да? Теперь ты начинаешь меня раздражать, Тонкин. Заткнись на минутку. Карин растрогала история Ясу. Поэтому она позволит ему и дальше работать в форту Ганон. А также сообщит его императорскому величеству и всем чиновникам об отце Ясу. К тому же, Карин наоборот, благодарна, что ее отправили в форт Ганон. Во время работы здесь, она получила множество писем от императора. Ну… Его императорское величество… С… 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 Сделал мне предложение. Ш… 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 Ша… Шо… Шо ты имеешь ввиду? Карин? Погоди, стоп! Что тогда будет со стрип клубом? О боже! Было бы лучше, если бы вы полежали в отключке подольше. Ну да ладно. Такие вот дела. Теперь, когда уровень пятый подчинен, я собираюсь вернуться к его императорскому величеству. Эй-эй, ты пригласишь нас на свадьбу? Ещё спрашиваешь? Конечно нет. Не ставь меня в неловкое положение под конец. Теперь Ясу, я оставлю здесь всё на тебя. Работай усердно, хорошо выполняй обязанности начальника тюрьмы. Таким образом, тучи беспорядков рассеялись с небес форта Ганон. На обратном пути в замок, где её ждал император, она вспоминала и обдумывала всё, что произошло в форте Ганон. Вспоминая, как ей пришлось бродить по сырым подземельям, в еле освещенных местах, пропитанных вонью мужчин. Карин поклялась, что никогда больше туда не вернётся. Прошло время. Карин, я счастлив, что этот день настал. Да, я тоже счастлив, Ваше Императорское Величество. Пойдём, покажем горожанам столицы их новую императрицу в свадебном платье. Да, моё Императорское Величество. Пойдём. Продолжение следует...